Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия, и я очень рада видеть вас снова в музейно-выставочном центре Тульской древности. Сегодня 25 декабря, день Спиридона, и поэтому мы будем сегодня делать куколку Спиридон «Солнцеворот». Куклу эту делали из разных материалов. Вот вы видите куколку из лыка. Вот такая вот фигурка мужчины. В руках он держит круг или колесо, которое символизирует солнце. По древним поверьям считалось, что в этот день, 25 декабря, солнце поворачивается на лето, дни становятся теплее, прибавляются светлее, прибавляется время дневное. И вот как раз помогает ему повернуться на лето не кто иной, как Спиридон «Солнцеворот», который следит за тем, что солнышко уже не свернуло, и уже через какое-то время пришло к нам с вами лето. Ну а мы с вами будем делать Спиридона из ткани. Для этого нам нужно несколько лоскутков ткани. Вот такой прямоугольный, большой, для того, чтобы сделать голову и туловище нашего Спиридона. Лоскуток поменьше, для того, чтобы сделать руки. Два лоскутка квадратных или прямоугольных, для того, чтобы сделать ноги. Два лоскутка, это все белая ткань, два лоскутка цветной ткани для штанов нашего Спиридона. Вот такой цветной ткань, такой лоскуточек, для того, чтобы сделать рубашку. И небольшой, черный, можно взять мех, можно взять кожу, у кого что есть, для того, чтобы сделать нашу шапочку. И, конечно же, вот такое солнышко, колесо, которое я сделала заранее. Можно, для того, чтобы сделать такое колесо, можно обмотать ниткой кольцо, на которое мы вешаем шторы. Вот в данном случае я использовала леску для... Ну, забыла. Для газонокосилки. И обмотала ее ниткой. С самих лучей можно делать сколько угодно, можно четыре, можно просто даже колесо сделать. Вот у меня здесь их восемь всего. Итак, мы начинаем с вами с того, что берем самый большой лоскуток. Да, еще, конечно, нам нужны нитки, ножницы. И вот такие тоненькие наши ниточки для того, чтобы сделать уночи. Ну, а начнем мы с вами с того, что возьмем для большой лоскуток ткани. Берем немножко синтепона, для того, чтобы передать голове объем. Складываем наш центр лоскуточка. В центр по длине и с краю по ширине. Кладем наш синтепон. И аккуратненько, аккуратненько так складываем, скатываем. Затем сворачиваем, выравниваем уголки. Если вам кажется, что голова получается более прямоугольной, хоть хочется покруглить немножко, то немножко подминаем синтепон и завязываем. Так как кукла у нас обереговая такая, да, то используем красную нить. Спиридон и солнцеворота делали 25. В декабре, как я уже сказала, а еще делали в тяжелые минуты жизни или в тяжелое время, да. Потому что считалось, что спиридон и солнцеворота не только солнце поворачивает к лету, но и также жизнь человеческую поворачивает в лучшую сторону. Поэтому делали его с добрыми помыслами или загадывали желания, которые хотели, чтобы сбылось. Вот такая глава у нас с вами получилась. Теперь мы берем другой кусочек ткани, тот, который для рук, и начинаем его скатывать. Просто более такую плотную скатку мы скатываем. Вот мне нравится, когда уголков не видно, как я уже говорила, одном из мастер-класса. И вот так скручиваем. Скручиваем и завязываем. Но завязываем не возле самого края, а немножко отступив, чтобы нам потом загнуть эту часть, которую мы оставили, и дать спиридону в руки колесо. И так получились вот такие вот у нас ручки. Что мы делаем? Мы раскрываем наши туловища, вставляем ручки. Вот они должны немножко быть длинноватые, чтобы потом мы ему дали в руки колесо. И затем можно сформировать туловище. Вот лишнюю ткань можно подвернуть. Вот таким образом, чтобы вот вовнутрь, между вот этими двумя кусочками ткани. И с обратной стороны тоже можно вот так немножко подвернуть. И завязываем убережным крестом. Он помогает нам также крепко зафиксировать ручки внутри туловища. Так, как мы делаем крест? Сначала обматываем несколько раз под поясом, затем через одно плечо три раза, опять под поясом и через другое плечо. Если ниточки укладывать рядышком, на вот самого креста, то крест получается очень красивый, такой более декоративный. Хотя его виду, конечно, не будет, но тем не менее хочется, чтобы и внутри куколка тоже была красива. Завязываем, делаем два-три узла, не меньше, чтобы у нас ничего не развязалось. Нишние, лишние ниточки обрезаем и убываем. Раньше, конечно, все нитки и все ткани оправались, ничего не отрезалось. Сейчас мы отрезаем. Теперь нам нужно сделать ножки. Для этого такие квадратные или прямоугольные кусочки ткани нужны. И тоже мы делаем плотную-плотную скрутку. Здесь, когда ножки мы делаем, скрутка должна быть более плотной, чтобы он у нас мог, если нам того захочется, стоять. И завязываем так же с одной стороны и с другой стороны. То же самое делаем со вторым кусочком ткани. Все лишнее отрезаем. Все, что нам не нужно. Очень коротко тоже отрезать вот эти ниточки я не советую, потому что они могут распуститься. То же самое, что вторую ножку нам сделать, делаем с другим кусочком ткани. Поплотнее. Стараемся, чтобы по толщине ножки у нас тоже получились приблизительно одинаковые. Когда мы сделаем с вами вот эти, да, основу для ног, нам нужно будет их сразу одеть в штаны. Так, завязали. В древности любой праздник сопровождался созданием куколки. И практически каждый месяц умелая хозяйка делала несколько куколок. Одеваем мы наши штанишки. Для этого нам нужны кусочки ткани. Мне нравится брать куски ткани в полоску, так как мне кажется, все-таки это более характерно для таких портов, как говорили, да, древности. Окраска, цвет. И мы с вами делаем. Просто закручиваем, да, вот так. Даже можно сказать не закручиваем, а соединяем уголки и завязываем. Потому что если мы с вами очень закрутим, получится у него, да, такие очень тонкие, как штаны в обтяжку. Все-таки такие мужчины не носили штаны. Поэтому мы накладываем один край на другой и немножко присбариваю. Завязываем. Завязываем. То же самое с другой стороны. Можно сразу определиться, где у вас будет вверх, где у вас будет вниз. Верхнюю часть мы спрячем потом в наше туловище. Если, как вот у меня сейчас, например, у нас получился такой зазор между уголками, то просто уголки подтягиваем. Один уголок, да, сам вот этот край за уголок подтягиваем вверх. И вот получился у нас вот такие штанина-штанина и вторая штанина. Также накладываем краешек. Собираем и присбариваем. Все лишние ниточки. Обрезаем. Стараемся завязывать на одной линии, чтобы все узелки у нас получились с какой-то одной стороны. Например, сзади лучше, конечно, всего. Все лишние ниточки обрезаем и удаляем. Вот такие штанишки у нас получились. Теперь нам нужно выкрепить наши ноги в туловище. Мы берем, вот мы подворачивали нашу часть, да, раскрываем как бы ее и укладываем ножки между кусочками ткани. Такова у нас получается длинноногие. Они дадут объем и самому туловищу, да, получается, и в то же самое время крепко закрепятся у нас в нашей куколке. Можно даже обернуть немножко белой тканью, если есть такая возможность. И закрепляем ниткой. Вот, чтобы красиво закрепить, можно сделать таким образом. Начинать закреплять ниткой, обматывать ниткой с самого края нашего туловища, да, и делать вот такие достаточно широкие витки. Затем от пояса, на поясе мы провели, и обратно как бы перекрещиваем и подтягиваем к себе. Вот последний. Вот таким образом получилось у нас в туловище. И уже ножки наши никуда не тянутся, не выпадут и крепко закрепятся внутри нашего туловища. Вот, собственно, сама фигурка, основа, да, как бы, нашего спиридона, она практически готова. Осталось надеть ему рубашку. Для этого берем нашу ткань горохами, складываем ее пополам, по длинной стороне, да, пополам, а потом еще пополам. И вот этот уголок, нас интересует, да, вот именно вот этот уголок, где все сгибы наши сходятся. Что мы делаем? Можно этот уголок разрезать вот так. Таким образом у нас будет вырез мыском у нашего спиридона. А можно сделать, разрезать крест-накрест, как вот делаю я. Сначала по, вот если посмотреть, по вертикальному сгибу, где-то сантиметр, можно чуть-чуть поменьше сантиметра. И затем по, вот, горизонтальным сгибам, по одному, в одну сторону. Здесь где-то, тоже, где-то, может быть, миллиметров 7, около сантиметра. Большие надрезы не делайте, потому что шея будет смотреться, тогда не очень красиво. И надеваем нашу рубашку на нашу спиридона. Так как у нас синтепон, он достаточно такой подвижный материал, пластичный, можно сказать, у голова достаточно легко, вот она трансформируется. Вот такая рубашка у нас получилась. Выравниваем края. Что мы делаем теперь? Теперь нам нужно ее зафиксировать на спиридона. Мы подрезаем рукава, чуть-чуть по диагонали отступив от руки, где-то около 2 сантиметров, 1,5-2 сантиметра. И отрезаем вглубь, кто ее еще разрезает, где-то сантиметра на 2,5-3. Так. И вот с другой стороны то же самое. Стараемся, конечно, чтобы все это было на одном уровне, одной длиной. Теперь нам нужно, собственно, обернуть. Мы верхнюю часть, лицевую, да, вот здесь у нас нет. Вот здесь у нас будет лицо. Значит, лицевую мы кладем вверх и поднимаем лицевую часть нашей рубашки. А вот нижнюю часть, чуть-чуть подняв, накрываем ей туловищ нашего спиридона. То есть начинаем именно, как бы оборачивать, да, рубашку нашего спиридона с нижней части. Опять же оставьте вот эти свободные части, вот эту свободную ткань, чтобы потом можно было ее присборить и она красиво смотрелась. И чуть-чуть повыше можно заднюю сторону рубашки нашей. Сверху накрываем ее в верхней части и уже подтягиваем вниз. Так. То есть вот с лица он смотрится вот таким вот образом. И завязываем. Наборачиваем ниткой. Здесь тоже делать можно складочки, заложить, если рубашка широкая. Рубашка в любом случае будет широкая, потому что руки достаточно длинные, да. И вот смотрите, здесь можно сразу сделать как бы имитацию такого пояса. Рядом друг с другом накладывать ниточки. Это получается такой как бы пояс нашего спиридона сразу. и завязать впереди. В таком случае можно вот эту часть нитки не отрезать, отрезать подлиннее. Можно даже завязать здесь на уголках узелки. То есть это как бы такой вот имитация такого пояса нашего спиридона. Практически вот расправляем обязательно складочки, чтобы у нас сзади тоже было все красиво, чтобы рубаха у нас сидела хорошо на нашем спиридоне. и продолжаем думать о нашем желании, которое мы хотим, чтобы в следующем году обязательно сбылось. Так, теперь нам нужно сделать шапку. Берем лоскуток. Темная ткань. Даже вот у меня очень большой получился. Можно его разрезать пополам. Как я уже сказала, для этой цели можно взять мех, можно взять кожу, у кого что есть, кто как хочет украсить. И делаем шапку. Шапку делаем таким образом. Накладываем на лицевую сторону и с обратной стороны делаем как бы такую трубочку. Соединяем наши края. Немножко подтягиваем. И затем верхнюю часть вот эту, получается вот такая труба у него на голове. Верхнюю часть этой трубы подворачиваем и обвязываем ниточкой. Если, например, вам хочется шапку меха, у него меха не так много, то можно сделать вот такую шапочку из ткани, а внизу пустить, сделать акула из уже по нижней части. Как вот у этого спиридона, по нижней части меховой окол уже сделать. Тоже нужно. Обратите внимание, что я рубашку завязала, а вот наши рукава не завязала. Это мы завяжем чуть-чуть позже, когда дадим ему колесом руки. И так вот такой спиридон у нас получился. Можно его обуть. Можно сделать вот такие кожаные сапожки или также любой черной, темной такой же ткани. Можно надеть ему лапти, если есть. Мне хочется надеть ему лапти. Все-таки такой очень хороший образ. Хочется сделать его тоже таким красивым. Для того, чтобы надеть лапти, нам нужны вот эти как раз длинные полоски белой ткани. Лапти просто так на босу ноги не носили. Обязательно обматывали ноги оночьми. Вот мы тоже с вами сейчас делаем такие оночи. Что мы делаем? Мы берем вот эту тоненькую ткань и начинаем просто обматывать ногу нашего спиридона. Но обматываем не очень длинно. Наша цель можно даже спрятать вот эти красные ткани, красные нитки, которую мы зафиксировали на шуму. И возвращаемся обратно. Здесь, внизу, уже можно зафиксировать ниточкой. вторую полосочку берем и так же начинаем обматывать. Стараемся, чтобы оночи у нас были одной длины, чтобы не получилось, что на одной ноге оночи обмотана длиннее и на другой короче. Приблизительно они были одинаковые. и так же внизу завязываем. По сути, наша кубка практически готова. Сейчас мы наденем лапти, лишние ниточки убираем, надеваем на поточки. Получается вот таким образом. если лапти сваливаются, то можно зафиксировать их красной ниточкой вокруг. И теперь самое главное теперь колесо. Выбираем так, как оно будет смотреться. Берем нашу руку, заворачиваем рукав и вот в этот сегмент, вот в этот сектор просовываем нашу руку и заворачиваем. Получается такой кулачок. это даже можно еще даже в котором наш спиридон держит солнце, поворачивая его на лето. Так. И туго-туго, вот здесь вот надо потуже и самое главное попасть по руке, зафиксировать наш изгиб, вот эту часть зафиксировать обязательно. И поближе к колесу закручиваем. Завязываем. и вот здесь вот можно вот, чтобы скрыть наш вот этот некрасивый изгиб, можно натянуть рукавчик. И, вот смотрите, скрывается наша даже ниточка красная, да, и тоже зафиксирует. То есть получится, что у нас на руке практически видна только одна нитка, которая фиксирует собственно наш рукав. вот таким образом. Заворачиваем опять рукав напротив, в сегмент напротив, да, вот он, вот он на линии, вот в этот сегмент вставляем вторую руку. Вторую руку, так, и заворачиваем опять вовнутрь. Обратите внимание, не вот так вот мы вставляем, да, вовнутрь, как бы изнутри и наружу, а наоборот, снаружи, вовнутрь мы вставляем и фиксируем наш кулачок. Сейчас, наверное, самый такой вот достаточно сложный момент, когда мы должны сфиксировать руку, вторую руку, да, в которой держит уже солнышко наш спиридон. Подсовываем ниточку. Тем не менее, стараемся опять же зафиксировать достаточно крепко, чтобы рука у нас держалась и колесо у нас не выпало, так как это главный атрибут нашей куклы спиридона солнцеворота. подтягиваем. И вот, смотрите, стараться, необходимо стараться завязать узелок внутри, да, под самим солнышком, подлечить, чтобы не снаружи, хотя он все равно не будет виден под рукавом. Вытемнение. Завязали. Опускаем рукав. И так же его фиксируем. Так, стараемся. последний штрих нашей куколки. Справляем складочки и завязываем тоже внутри нашего солнышка. Здесь уже все внутри. все лишние ниточки мы обрезаем. Пояс. Вот такое выравниваем наши ручки. На самом деле можно еще сделать ему как бы, да, вот такой косоворотку, рубашку-косоворотку, то есть обмотать вокруг шейки тонкий кусочек ткани и опустить сюда вниз и зафиксировать пояском. Но можно и так оставить, да, можно раскрыть вот такую вот рубашечку тоже оставить. Вот такой спиридонцевый соворот у нас получился. Я надеюсь, что все наши желания сбудутся, жизнь повернется в лучшую сторону и скоро нас ждет все-таки через несколько месяцев лета. А я с вами прощаюсь. Спасибо большое. До новых встреч в МВЦ Тульской древности. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин